Всех приветствую на своем канале. Welcome to hell, гости дорогие. Поступил запрос от подписчиков, многочисленный, на тур to the room. Ну, в общем, я его так обозвала. Тур по моей комнате. В общем, так выглядит моя комната, если я в нее вхожу. Куча-куча всякого барахла. Просто неимоверного барахла. Ну, а так она выглядит, когда я из нее пытаюсь выйти. Это дверь и тот самый розовый халатик, который даже моя родня вроде как планирует периодически выкинуть, но я его не знаю, потому что он такой теплый, розовый, мягкий. Он мне так нравится. В нем так хорошо выползать после ванной. В общем, вот у меня обои под самый потолок. Вот этот вот шкаф. Это еще до моего рождения делал дедушка. Вот это уже после моего рождения делал дедушка стеллаж. Вот там на самом верху книжки всякие, включая музыкальную энциклопедию от ровесника. Потом книжки исторические, обезьянки. Обезьянки не только. О, книжки всякие другие. Вот эту мышку мы, кажется, сшили вместе с мамой. Но тут в основном обезьянки. Это те самые рубли времен Советского Союза. Это серия моих любимых книжек Темного эльфа. Кажется, вот эти я еще не читала. Это картинка из Плёса. А это картинка. Это батик. Я сама рисовала. Тут кокосовая обезьянка. Обезьянка из кокоса. Потом величек. Там Мишка Ихрошевский. Мой любимый хлорофитум. Ну и второй тоже. Непонятная фигня. Вроде как отгонятель снов или что-то в этом роде. У меня тут на днях одна такая палочка долбанулась. Ну, теперь на одну палочку меньше. Это подвеска из Гринмамы. Так. Вот эта фигня мне пришла в подарок с одного сайта. Кажется, с Light in the Box. В общем, если заболела голова, то надо ей пошерудить. Но я всегда про нее забываю, когда голова болит. Так. Тут обезьянка. Очередная обезьянка. Это котенок. Уже в таком жутком состоянии. У него сколько лет? Чёрти, сколько лет? Это из Эйвана. Кажется, розовая ленточка. Это ободок. Это лошадка в рамочке, которую дедушка делал. Ну, лошадку, естественно, я рисовала. Это розетка, которую тоже дополнительно дедушка делал. И вот этот рог. Это нарост был на березе. Это делал дедушка под сумки. Тут у меня... Ой, она падает. Меди-клавиатура. Иногда я на ней играю. Ну, это здесь, где покоится фокус. Тут всякие сумочки, пакетики, косметички. Внизу баночка и пакетик. Это я когда-то там собираюсь делать обзоры оставшейся к чайной коллекции. Так, тут у меня сейчас находится сумка. Вы не удивляйтесь. Я раньше на сессию собиралась за две недели. Оттуда в деревню всего лишь за неделю. Практически все, что не портящееся, я собрала. Под кроватью у меня куча всяких коробок, в которых я когда-нибудь планирую разобраться. А это обезьянка. Многострадальная год назад. По легенде, по словам бабушки, ее уронила с пианино моя кошка, которая летом приказала долго жить. В смысле, кошка. Обезьянку мне дико жаль выкидывать. Хоть родня и жажда от этого счастья. А может мне... Вообще, кажется, просто родне не нравилась моя обезьянка. Но и они вроде как планировали ее отурнуть. В результате якобы разбила ее кошка. И потом вроде планировали вывести в сад и что-нибудь в нее посадить, но ничего не посадилось. Так, что у нас тут дальше? Ну, это пок с обезьянками под этой мелочью, которая тут как-то обозревала. По просьбе лапки 90. Лапка 90. Привет тебе. Кажется, ты все-таки лапка. Так. Ну, тут у меня эти самые духи, которых больно очень много. Тут баррикада, где периодически что-то стоит, и которую видно периодически в мои обзоры. Тут уже, конечно, не чай. Тут у меня шипоник. Я же покажу сейчас. А, нифига не видно будет. Не, видно-видно. Ну, тут мешочек из-под пуэр какого-то соли. В общем, на самом деле тут какая-то трава. И это баррикады. Тут у меня в основном бэушная бумага, которая периодически пользуется от моих рефератов и диплома. Это мне вязала одна бабулька. Здесь у нас ютица-чай с травами. Там тоже самое, только открывать не лениво. Думаю, вы меня простите. Это фигня из какого-то города мы ездили. В Карце Гаврилов Ям выступали с поэтами в свое время. Это мне пришло. Заказала я вообще приколы ради какую-то фигню. На Али, что ли. Мне там с какого-то призовца был подарок. Ну, и можно было какую-нибудь фигню выбрать. Это от какого-то чая. Соль для ван. Здесь тоже какая-то травяная смесь. Это вообще, по-моему, Эйвановский. Не знаю, какого года. Покупала я у них в Эйване сто лет назад в роли покупателя. Еще я у них вану шлендаю. Домоюсь. Ну, это фигня, которая пыль стирает. В общем, мы эту тережку откатим подальше. Так. К чему вернуться? Вот тут чудо-шкап. На самом деле, я его хотела полностью обклеить года два еще назад. Но мне что-то все руки не доросли. А вот на потолке это он поклеен. Можно тряпочкой мокрой протереть при желании. Тут у меня желтенькая обезьянка, чуть-чуть покороченная. На нее и бабушка садилась, и падала она. В общем, лампа это на самом деле лампа-обезьянка. Тут куча всяких фигней. Там это мыльная основа сазона, обои, еще что-то, мыльные лепестки, короче, всякая хрень, которая никуда не уместилась. Но я пыталась раздевать этот шкаф наверху, чтобы ничем его не засорять. Но не получается. У меня столько барахла, что не знаешь, куда его девать. Поэтому сейчас у меня там очередная полочка считается. Я туда все скидываю. Что-то там для мыла, что-то еще что-то. В общем, это шкаф, где у меня шмотки хранятся. На одной из полочек запасики этих самых хейванов и прочего. Этот, кстати, из Карелии я привезла. Вообще, он вешался на машину, но он у меня на шкафу висит. Кажется, из карельской березы хренатенька. Вот тут у меня компьютерный стол. Я чай специально оставила, потому что он периодически там находится. Ну и тут страничка канала моего с вашими каментами. Прошлогодний календарь имени меня, сова, которая за всеми наблюдают, какая-то новогодняя хрень, которую мне сестры подарили, елка, которая тоже года три уже, наверное, там висит просто хрень всякая, всякая, всякая хрень. Ватка, блеск, который я пользую для видео. Это камушек, мышку у меня подружка приволокла с Греции, ну, рисовала уже она сама. У меня кольца серебро-золото, из плесок и рабочек, спичек, часы мои, часы и фральшевские, которые идут на два дня уже вперед и на час вперед тоже. Духи, которыми я сегодня пользовалась, видимо, пока ими буду пользоваться. Вот этот фаберлик, сегодняшний зеркало. Привет! Тут всякая такая фигня, в общем, тут сахар тростниковый, чай пуэр, блески, всякая мелочевка, самопальное двухслойное масло, остатки былой роскоши, Аленка дарила, заканчивается, скоро в пустых баночках будет. Так, клава моя. Ну, тут обычно у меня ютятся какие-нибудь вкусные вкусняшки, которые я лопаю, когда, допустим, редачу. Там у меня конфетки, Юлька мне присылала, все никак не доедутся они, мятные. сканер у меня. Вообще, у меня там где-то есть принтер под столом, но я его сейчас не пользуюсь. Тут у меня тоже бушная бумага. Это человечек. Так, у меня 6 USB-дырок в компьютере, но все равно их не хватает, потому что клава теряй и мышка у меня USB-шная. Получилось так. Вообще, я бы хотела мышку не USB-шную, но пока так. Тут у меня, я подозреваю, вы, наверное, все-таки меня узнали, это я тут. И еще одна я есть. Это вообще меня фоткала Женька, которая меня стрижет периодически. И эти были картинки, фотки на выставке портретов в каком-то году. В общем, я там участвовала в роли модели. Это меня рисовал в 2002 году в Питере какой-то художник, типа набросок или что-то и что-то в этом роде. Ну-ка, фигня от компа. Это мой красивый комп слон в 2008 году купленный. В общем, ему уже 8 лет, можно сказать так. Тут Wi-Fi роутер. Вот это собачка. Копилка мне когда-то папаша в детстве подарил. Полочку делал дедушку под аквариум. Кстати, аромолампы я потом может обозрю их отдельно все-таки. Тут моя лучшая подруга, дочка маминой подруги, а это я с мамой в каком-то там по-моему нам мне 15 лет. Всякая фигня. Ключ я уже откровенно говоря не знаю откуда. Я же барахлоты всякое собираю. Я думаю вы и так поняли. Ну тут вот здесь у меня расчески летятся в этом квадратике. Это картины еще маминой молодости. Розочку рисовала мне подружка. Рамочку дед делал. Вот эти полочки изначально были под цветы, но так как у меня здесь теперь стоит компьютерный стол, я как-то опасаюсь сюда ставить что-то, которое нужно поливать, то они теперь не совсем под цветы. А вот это у меня троица такая-то моя мама, ее подруга Лена, которую зовут тетя мама, а это еще одна Лена Савичева, но она сейчас уже похудевшая, раза в два уменьшилась, если не в три. Это закат по дороге в цветочный, все рамочки дед делал, а еще пусть по всяким розочкам. Чайник мне подарила подружка, она еще давно-давно она думала, ну так предсказывала, можно сказать, что буду заниматься чаем и всей этой фигней. Розу я не помню, как-то на распродаже покупала, просто потому, что она роза. Так, кошечка у меня первая, что у меня стало висеть над кроватью. Фигня с логарифмов. С первых, ну вообще не с первых, но с тех, когда он уже стал фестивальным конкурсом. С днем рождения, кажется, меня Заремка поздравляла, или Аняка, с меня уж не помню. Заремка, Так, ух ты, я и забыла, что у меня какие-то цветы стоят. Интересно, они у меня с водой стоят или так? Вот, прикиньте, жить в комнате и даже не замечать, что у тебя под носом. Это из Плюса я привезла, когда мы с Машей путешествовали. Это Гранустик у меня, мамин еще. Это тоже что-то из детства. Вот это сделал какой-то ребенок из Женькиной бывшей работы. Чайник мне подарила Машина мама. Стаканы из Лиды, Белоруссия, в прошлогодней поездке. Там магнитик с кушечкой. Кому-то покупала, но что-то так и не пришлось у нас. Не подарилась. Открытка с этого дня рождения, мои чайнички, всякая фигня, пулка, которую дедушка делал под книжки. Там пара книжек из книжных обзоров, кстати, находится. Так, вот здесь у нас листы бумаги, там еще типа короче, фигня под рисование, забыла, как доска называется. Тут Белочка, которую Машке подарили обществу слепых, а Машка решила, что я Белочка, и мне эту Белочку просто позарис на две моих обезьянки, еще одна обезьянка, как-то последняя или не знаю. Это велотренажер, который я периодически крутю. Вообще он стабильно отодвигается, и в следующей части я, пожалуй, его отодвину, покажу вам эту полочку еще раз. На полу у меня журналы, которым лет 10, если не больше, это Роллинг Стоунсы, я когда-то их выписывала еще что-то, там Дарк Сити, еще какая-то фигня, и я их вдруг внезапно решила прочитать, они больше 10 лет у меня валялись, и когда прочитываю, я их, в общем, утилизирую, потому что бумага такая фигула горит, а ведь бумажный мусор я привыкла с пинка родни относить в сад и сжигать. Так, тут у меня окно, кстати, очередная обезьянка, повернись к народу. Это лампа, вообще, она еще с моего детства, но она, в принципе, рабочая, но, как бы, у меня есть еще одна лампа, в общем, она тут стоит иногда, про запас, это мои молочаи, да, кстати, ночь на дворе, но я что-то подумала, что, как обычно, спонтанное видео, короче говоря, это мой фикус, у которого вырос молочай, а еще вредная Леля посадила сюда цветы, которые у меня раньше были, но потом, пока я была на сессии, добрые родственнички, их, или переизолили, ну, короче, что-то с ним сделалось, померли они, теперь заново отращиваются, опять этот молочай, по-моему, кажется, вот этот самый первый, или тут, в общем, кто-то из них, что-то у меня их вообще дофига, однокласска у меня как-то хотелось забрать, но, что-то так и не забрала, тут всякая растительность, так, то у нас баночка, антикварная, мне ее бабулька одна подарила, там чай такой специфический, а потом его как-нибудь обозрю, кокос, который уже год лежит, и ждет, когда же его раздолбаю, сделаю из него кокосовое масло, это мой неудавшийся эксперимент, мыло на золе, точнее масло, тут тоже эти хлорофитомы отращиваются, мишка, ну, типа статуэтки, вообще этот кузовок, ему лет 50, если не больше, это мне антикварный такой подарила, бабулька одна, так, ну, тут у меня стул, фигня, мне год назад подарила, в общем, волосы сушить, мне тут тоже какая-то фигня, которую я периодически почитываю, шарфик, связанный одним мальчиком, тут мой телефончик, стул, вообще под стулом, там у меня, а, вот на стуле даже, у меня пакет с этими пустыми баночками, а здесь пара пакетов, которые я тоже все пытаюсь разобрать, ну, и полочка, со всяким бумажным, и не очень барахлом, сверху тут тоже куча книжек, которые я когда-нибудь разберусь, попутно лекции, там всякие старые, с педа и кулька, сундучок, со сказками, точнее, с бижутерий, моя лампа, которую я покупала как раз, к этой тумбочке, так, ну, этот красный ковер, который некоторые просят снять, да, и забыла я, вот этот товарищ у меня, вообще это мужик, Тоберсаммит, ну, рамку я уже покупала, и фонтан у меня, из Питера, кажется, когда я еще, уже с роднёй ездила, в 2002 году, тут краски, кстати, краски мне по бонусам пришли, и да, пока я не забыла, кстати, вторая обезьянка, я думаю, вторая обезьянка, ей передаст привет, Кате Гриневой, Катя, привет, привет, и вот тут у меня опять обезьянки, это Джордж, Майкл, Харрисон, кажется, еще какое-то имя было там, еще какой-то обезьян, это вроде Абуни, мне его мама подарила, после того, как я пришла из больницы, после операции по остановке зрения, в 97 году, мелкая такая, с кровавыми глазами, два месяца хотела, мышку, собачку, кто-то мне дарил, собачку, кажется, она что-то даже говорила, перепищала мне, Анька, Анька Морьева подарила, у меня одно время было очень много подружек Ани, краснообразных, ну тут все, соответственно, обезьянки, 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 большое такое, одно время я этот красный ковер использовала, как покрывала, обезьянка, подаренная Машкой, на мое 30-летие, она тогда спросила, что я хочу, почему-то считалось, что надо дарить именно игрушку, ну давай обезьянку, вот эту обезьянку мне подарила Сашка Житова, в Калининграде, когда я была, она ее специально покупала, на каком-то, в общем, на какой-то распродаже, посвященной католическому Рождеству, я так поняла, что она, ну в общем, ручной работы, тут кожа, в общем, очень классная такая обезьянка, у меня мелкая племяшка, пыталась ее растеребить, но я ей единственную обезьянку не дала, ну тут и фрашевские мишки, я их собирала одно время, портрет, как раз вот этот, который Саша Житова мне рисовал, ну в смысле, она рисовала не мне, но потом в результате оставила мне на память, потому что она рисовала его еще до того, как мы с ней познакомились, ну тут обезьянки, может я даже совмещу два в одном, потому что кто-то просил обезьянок, точнее игрушки фоном записать, тут тоже обезьянки, 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 розовый племяшка, розовый племяшка мне пришел в подарок, точнее, я на свой аккаунт заказывала для подружки шмотки, ну и получилось, что решили, чтобы мне, как бы какой-то бонус был, она решила, что племяшка, пусть будет моим, ну тут под стулом, как раз эта сумка, с которой я тусю, в последнее время, уже год с лишним ей, покупала я ее в центре, год назад в Ярике, так, ну что, я вроде тут почти все обследовала, ковровая дорожка, жрец ковра, у меня красненький пакетик, это у меня типа мокр, вообще, я сегодня покупала шаурму, очень вкусно, у нас открылся магазинчик, где прямо при тебе делают, ну и мне в этом пакетике это выдали, сейчас я, пожалуй, попытаюсь отодвинуть, товарищ велосипедик, и заглянем с вами в мою полочку, так вот, снова я с вами, тут вообще четкие, когда-то у моей тетушки было юбилей в 50 лет, там было какое-то такое загадочное вино, и на нем были на бутылках вот такая фигня, а мне что-то так нравилось, деревяшечки, я взяла их себе, ну в смысле, она сказала, можно забрать, фигли скопить домок, святая святых, периодически я тут разбираюсь, на самом деле это покупалось, у меня был стол, мы делали ремонт в 2010 году, и потом получилось, что пришлось стол, я отдала, за спасибо, мне так его жалко было, там столько полочек, был вообще классный стол, там даже наклейки из Бритни Спирс были, на ящичках, но потом пришлось купить компьютерный, вообще компьютерный, так, кстати, вот это на стуле висит анарак, компьютерный я покупала, покупала мне еще тогда был, мой любимый столик, но родня решила, что вроде как два стола, это много, и у меня первая полка должна была быть под чай, а другая под бумагу, ну в результате, как вы понимаете, тут чая почти везде, дофига, так сказать, посмотрели и хватит, тут тоже у меня кусочек коврика, специально покупала, правда тогда у меня кровать периодически передвигалась, ну и в общем, но коврик все равно пригодился, тут кстати тоже какой-то ловец снов, кажется, это фигня я из Хельсинки приволокла, как раз там что-то было перед, перед или после этим самым Рождеством, или они просто готовились к нему, тут сова с кижей, коробочка, которую мне тетка сувенирная приволокла, это черепашка из Костромы, черепашку, насколько я помню, звали Наташка, так и сказал она продавец, это мне дарила тетя Лена, которая тетя мама, эту фигню я покупала обезьянкам в Ребенске вместе со слоником, одно время я перлась еще давно в детстве, вот на этих глиняные всякие кувшинчики, это с прогулки по Москве, года три назад или четыре уже, роза, из каких-то там деревянных шкурок, это из Карелии, Голобус, Советского Союза, вот эта фигня, по-моему, тоже я в Карелии покупала, хотя точно не помню, но в какой-то поездке, обезьянку мне делала Женька из войлока, тот самый каранчик, который я купила в Казани, деревянной такой штучки, не знаю, у меня не получится его так достать сейчас, какой-то подсвечник, кто-то мне и сестер дарил, ну вот, вы побывали у меня в гостях, вообще, если хотите, можете приезжать, напою чаем, ну и, спасибо, если досмотрели до конца, я и мои обезьянки передают вам всем привет,